Такими компетенциями на рынках стран СНГ. У нас есть второе представительство Республики Беларусь. Вы прекрасно знаете, что Республика Беларусь является крупнейшим производителем калийных удобрений, фосфорных удобрений и азотных удобрений. Тем не менее, на Республику Беларусь мы ежегодно поставляем до 100 тысяч фосфорных удобрений порядка от 20 до 50 тысяч азотных удобрений. Я считаю, что этот факт говорит о том, как компания Еврахим работает со своими конечными клиентами. У нас собственное дистрибуционное подразделение в Республике Молдова. В Республику Молдову мы ежегодно продаем порядка 80-90 тысяч тонн удобрений. Вот эта маленькая страна потребляет 80-90 тысяч удобрений. Различных, не только азотных, фосфорных, калийных, в том числе, и сложных. У нас обширная дистрибуция в Украине. Украина, на мой взгляд, была и остается самой продвинутой, самой передовой страной в плане сельхозтехнологий. Крестьянин в Украине не просто купил, продал, везет. Это реальный эксперт в питании растений. И я считаю, это мое собственное личное мнение, которое, я думаю, разделят мои коллеги, разделяют, что именно на культуру, сельскохозяйственную культуру, культуру ведения сельскохозяйственного бизнеса в Украине и стоит ориентироваться всем нам, и России в том числе. То есть нам еще расти и расти. У нас уже более, наверное, трех лет мы работаем на рынке Грузии. У нас там тоже есть собственный дистрибутер. Так же, как мы подписали в Армении, в Грузии у нас пока только один. Но, тем не менее, с тех пор, как мы начали работать на территорию Грузии, как только разрешили открыть экономические отношения в Грузии после прерванных, там в течение 10 лет у нас, вы знаете, не было таких отношений, вот, открылись границы, и мы были, наши составы были первыми, которые пошли после того, как мы сняли экономическое эмбарго. И с тех пор, как мы начали работать с грузинским рынком, возобновили, вернее, наши торговые отношения, и в настоящий момент рост нашего присутствия на рынке составляет практически 30%. Продолжение следует...